Про стильминга и про пирса. Про стильминга я вот прочитал в Википедии, как-то я не видел на русском языке книг, посвященных стильмам. Хотя, возможно, что и есть. В Википедии написано вот, что он родился в конце XVII века, то есть в 1692 год. Ну, а умер уже во второй половине XVIII века. Родился он в Сокландии. Не знаю, как так оно получилось, но он в молодую занимался математикой. И даже познакомился с Ньютоном, посылал ему свои статьи, он продолжал исследования Ньютона. И Ньютон, его, между прочим, рекомендовал в Лонгтонской королеве Долгса. Ну, это аналог Академии наук. Он написал трактат по математическому анализу, в котором, помимо уже известных вещей, изложились собственные результаты, из которых самая известная – это формула для Н-фатериалов, которая называется формула стиль. Ну, точная формула для Н-фатериала. Ну, кроме вот этих. Неизвестно. А вот, как говорят, космонтатически точная формула как раз принадлежит еще умножить на . То есть она не отключена. Единица ЕСН, где ЕСН будет, а есть число Зн. То есть основание натуральных алкотиков. 7,828, все раз, 1828, ну не так сейчас, подобный стиль. Вот так, замечательная формула стиль. Сейчас ее можно найти в еще более точном виде, а именно вот эта ключевая, ее можно все более и более точно описать, но вам пришли неудачно знать, что она просто смешная. Числа Стирлинга у нее как раз в появительстве, в доказательстве у телефона. Во всяком случае, так называемые числа Стирлинга первого, но их можно было бы обозначить маленькими, чтобы отличаться от числа Стирлинга второго. Если брать модули этих чисел, потому что формальное определение этих чисел такое, что у них знаки чередуются, а не до положительных значений. Вот если брать их модули, то сумма всех этих модулей, лежащих тоже в n-ней страте, как раз будет равна n-суцеленту. Так что вполне возможно, что действительно они оттуда будут появились. Но я не могу этого сказать, потому что, к сожалению, его все произведения, по-видимому, есть только на английском языке, и, наверное, очень давно не передавались. Насколько я понял, комбинаторного смысла своих чисел, может быть, даже вообще и не знаю. Тогда получается, что комбинаторный смысл чисел даже вот второго рода, по-видимому, первым обнаружили, может быть, японцы. Там вот сумматы, судя по всему, хотя тоже непонятно, они это доказывали. По-видимому, комбинаторному смыслу числа Стирлинга, конечно, знал Деморган. Потому что вот то, что иногда называли числами Деморгана, они как раз практически совпадали числами Стирлинга, а Деморган как раз комбинаторией интересовался. Еще я ввезу утверждение, что число Стирлинга мог вполне открыть юрий. Он, как известно, будучи совсем молодым человеком, написал не первую математическую статью, которая называлась что-то вроде «Искусство комбинатор». Ну и Мутанов рассматривал разные комбинаторные задачи, в том числе и всевозможные разбегения. В принципе, он мог бы считаться первооткрывателем числами Стирлинга, если бы у него там не было ошибок. Он некоторые из этих чисел просто неправильно сумел учиться. Надо сказать, ошибиться тут и есть. Редактор субтитров.